В Одессе уже осенью начнется строительство еще одной пятизвездочной гостиницы. Ее планируют возвести в Аркадийской балке. Ранее наша телекомпания сообщала, что Одесский горсовет отдал в аренду строителям гостиницы 2 гектара Аркадийской балки. Авторы проекта проинформировали, что в отеле будет 125 номеров. Заверили, не срубим ни одного дерева. Саму балку выровняют и превратят в зеленую зону с фонтаном, беседками и поставят жерлонги для отдыхающих в отеле. При этом территория, это я снова цитирую обещание зодчих, останется открытой для одесситов. Ну вот к чему уже в стадии проекта дурить население? Деревья придется рубить, ибо как иначе будет работать техника? Ну не на воздушные подушки туда притащат строительные экраны, а для работы бульдозеров, эскаваторов и самосвалов надо прокладывать дорогу. Следовательно, деревья все-таки срубят. Но есть маленькая надежда, что посадят новые, если мы одесситы возмутимся обманом. Момент второй, вызывающий недоверие к авторам проекта. Не сомневаешь, что появившуюся зеленую зону обустроят и скамейками, и фонтаном. А вот то, что новая территория останется открытой для горожан, не верю. Кто из запитателей пятизвездочного отеля захочет рядом с собой видеть население, которое в своем большинстве представить себе не может, что за сутки проживания в одноместном номере гостиницы такого класса надо платить несколько сот евро. Пять звезд – это не для среднего класса. Это, как правило, для людей состоятельных. Теперь самый главный вопрос и к мэрии, и к инвесторам. Какое количество дней в году будут заполнены, если не все, то больше половины номеров новой гостиницы? В Южной Пальмирии есть несколько пятизвездочных отелей. Мне приходится иногда по просьбе моих московских коллег бронировать места. Поселиться туда с половиной октября до половины июня нет никаких проблем. Ну, свою негативную роль играет ценовая политика. В Одессе, в Украине гостиницы дорогие. Второй момент – я его отношу к важнейшей и пока не решенной проблеме. Это дефицит культурных событий в Южной Пальмире. Да, летом есть кинофестиваль. Есть джаст-фест, придуманный Юрой Кузнецовым. Это, если мне не изменяет память, конец лета – начало осени. Держится на плаву музыкальные два дня и две ночи. Конец весны – начало лета. Ах да, чуть не забыл об Юморине. Ну, это праздник 1 апреля. И, по сути, все. Вопрос – к чему состоятельным людям приезжать в Южную Пальмиру и останавливаться в Аркадии? Неужели это того, чтобы до первых петухов слушать дикую музыку и окунуться в воды не с самого чистого пляжа Одессы? Словом, оценить идею со стройкой нового пятизвездочного отеля в Аркадии сложно. Впрочем, к концу строительства мы, подозревая, поймем, что в конечном результате получит и город, и Одесситу. Надеюсь, это не будет очередной ночной клуб повышенной этажности.